Дорогие друзья, близится завершение 2020 год. К традиционной предпраздничных обращениях фразе «это был тяжелый год» принято относиться с улыбкой. Но это, в действительности, были непростые для всех 12 месяцев. Для тех, кто выучил не теплое, но спасительное слово самоизоляция. Для тех, кто научился работать по-новому, учиться и жить по-новому. Для настоящих героев, которые живут среди нас. Они лечат нас, возят, оберегают и защищают добровольно и бескорыстно, протягивая руку тем, кому нужна помощь. Для тех, кто перенес вирус и выздоровел. И, конечно, для тех, кто потерял своих близких, родных в борьбе с недугом. Мы осознали мимолетность жизни и настоящую цену понятий забота и поддержка. Мы сплотились перед лицом беды, в очередной раз доказав, что народ Ингушетии умеет это. Да, это был тяжелый и поучительный для всех нас год. Пусть он унесет с собой все горести, но это были и радости. Мы красиво провели юбилейные для страны и республики мероприятия, отметив 250-летие единения с Россией. И почтили память тех, кто 75 лет назад принес нам великую победу. Мы продолжаем успешную реализацию нацпроектов, а по некоторым ключевым позициям входим в число лучших. Обновляем старый фонд соцобъектов, активно строим новые. Начали программу реанимации простаивающих предприятий. Друзья, мы знаем обо всех проблемах и тчаяниях жителей. И работаем над тем, чтобы уровень жизни в республике улучшился. Шаг за шагом и по воле Всевышнего следующий год принесет нам успехи в наших делах. Уходящий год даже с учетом всех обстоятельств помог нам заложить основу для дальнейших побед. У нашей республики прекрасное будущее. Общими усилиями мы преодолеем трудности, сможем решить все задачи наступающего года и достигнуть высоких рубежей на благо родной Ингушетии. Дорогие земляки, я от души поздравляю всех вас наступающим новым 2021 годом. Пусть он наполнит вашу жизнь радостными событиями и достижениями. Пусть реализуются все добрые замыслы. Пусть вас радуют ваши родные. А в каждом доме царят согласие, уют и тепло. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира вам и вашему дому. И изберкайте халдвай, я керчу. Далее тубоколвай. Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности, мужество, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный и сыновний долг. С благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы. Заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже... Это наши друзья и коллеги. Бескорыстные помощи общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома. Но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя. Не отступать перед трудностями. Беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден. Вместе мы все преодолеем. Наладим и восстановим нормальную жизнь. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой, как мы можем. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. И медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также они устанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах, находятся на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом. О счастье и благополучии. О счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог. Для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас. Потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Благополучая ogóle, великое слава! Твое достояние на все времена! Славься, Отечество наше свободное! 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 Славься, Отечество наше свободное!